Здравствуйте, прелестницы и прелестники! Сегодня с вами я, Светлана Прель, сегодня, в общем-то, и всегда тоже. А со мной красавец-мужчина, великолепен во всех отношениях, Александр Собянин. Прошу не путать с Собяниным, хотя если вы перепутаете, никто, я думаю, не расстроится. Часто тебя с Собяниным путают, Саша? Да, бывает, я иногда даже сам пользуюсь этим приемом, для того, чтобы человек запомнил мою фамилию. Я сразу обозначаю как Собянин, только через А. Поэтому у людей сразу ассоциации, и они не забывают мою фамилию. А я говорю, как Апрель, только без А. В общем, что ты без А, что я без А, и вместе мы вот здесь. Не буду скрывать, что мы познакомились с тобой недавно, это случилось на мероприятии премия Папа года. Который проводит благотворительный фонд Дмитрия Нагиева. И говорят еще, что ты похож на Дмитрия Нагиева. Ну, не знаю, может быть, так оно и есть. А вообще, каково, когда тебя сравнивают с кем-то? Будь то на Дмитрия Нагиева похож ты, или ты используешь прием, что я вот как-то причастен к Собянину, хотя Собанин. Это вот как-то тебе льстит? Нет, наоборот, все-таки хочется быть индивидуальным. Хочется быть Собанином, и хочется быть Александром, а не Дмитрием Владимировичем. Поэтому ко многим людям прилипает определенный образ, и отмыться от этого очень тяжело. Поэтому я Александр Собанин, там Дмитрий Владимирович, и там Сергей Собанин. А как ты собираешься отмыться от того, что ты участвовал в шоу, выйти замуж, жениться на Бузовой? Замуж за Бузовой. Замуж за Бузовой, это еще хуже. Просто когда я к тебе подошла, мне сказали, что вот этот красавчик мужчина, который участвовал в этом шоу. И я именно вот так вот к тебе и обратилась, а ты немножко расстроился и сказал, что ну послушайте, у меня есть другие заслуги. Не только то, что я участвовал в этом шоу с Бузовой, и то, что она меня выбрала. Тебя как-то это покоробило. Вот как ты собираешься от этого отмыться, хотя сам в это с удовольствием, грубо говоря, вляпался? Да, ситуация такая провокационная, потому что я был во многих шоу, начиная от «Русские ниндзя» на Первом канале. То есть такие мужские шоу, прям действительно про спорт, про достижения. И шоу «Замуж за Бузову», оно прямо, да, это как такое некое клеймо получается. Но опять-таки я ничего плохого в этом не вижу, но уходить от этого образа надо. Во-первых, говорят, о, это ребята из «Замуж за Бузовой». Это не Александр Сабанин, это не другие ребята, это «Замуж за Бузову». Так оно и есть, да. Мне так и представили тебя. Да, поэтому есть определенные планы в дальнейшем именно продвигать свое имя, свое творчество. И я думаю, все-таки у меня получится уйти от этого образа, как жених Ольги Бузовой. Вот смотри, как интересно. Сначала ты идешь в этот проект, и он вот-вот только, да, закончился, еще осталось там буквально несколько серий. И, можно сказать, еще не закончился. И ты уже думаешь о том, как бы забыли о том, что ты там участвовал. Для чего тогда это? Значит, это ошибка участия в этом проекте? Что тебе это дало? Ни в коем случае это громадный опыт, как съемок. Это громадный опыт общения с мужским полом ребятам, где в замкнутом пространстве, где ты не можешь выйти, и тебе приходится общаться с ними. Это громадный опыт конкуренции, где тебя каждый день хотят подтрунить, где-то обойти кто-то честным способом, кто-то какими-то штуками довольно-таки иногда даже мерзкими, на мой взгляд. И ты должен быть всегда на чеку. Всегда. И что же такого мерзкого происходило на проекте? Опять-таки, я не говорю прямо мерзость, но у нас были общения отдельные, и ты не понимаешь, что человек про тебя говорит. Он может спокойно соврать, он может преувеличить. А это так важно, что о тебе говорят? Так складывается мнение у человека о тебе, именно у главной героини. Она не проводит с тобой много времени, она не успевает тебя раскрыть как человека и понять, кто ты. И невольно она слушает все те выражения в твой адрес, которые летят, и создает какой-то определенный образ тебя уже. И поэтому очень важно, конечно, что на данном этапе про тебя говорят. Потому что она невольно уже будет эти мысли, неважно, правда это или неправда, в голове держать. Поэтому это очень важно. А скажи, вот Ольга Бузова, это действительно симпатичная героиня для тебя? Это действительно та женщина, которую хочется завоевывать? Что тебя в ней привлекало? Или это просто проект? Есть имя Бузова, и мне хочется там засветиться. Я понимаю, к чему ты ведешься, это именно часть пиара и хайпа. Изначально есть определенная симпатия к девушке. Она должна быть, иначе люди тоже не дураки, они же видят все. Поэтому ты идешь к девушке, которая тебе симпатична. Дальше ты начинаешь ее добиваться, и включается еще дополнительный уже эффект соревнования. Ты уже хочешь выиграть, и как минимум... Какой-то приз получить, получается, да? Как минимум стать лучше, чем другие. Это вот чувство соперничества, духа. Что ты должен, ты лучший, не они, ты лучший. Вот я слышу, что мужчины соскучились потому, что нужно женщину добиваться. А в этом проекте именно, я так понимаю, такие правила, что нужно добиваться звезду Ольгу Бузову, и это вот так подстегивает, да? Просыпается этот первобытный инстинкт завоевывать, да? Да, и опять-таки я возвращаюсь к тому, что весь проект – это своего рода эксперимент. Находясь там и имея симпатию к девушке, с каждым днем она растет в геометрической прогрессии. Потому что все условия искусственно созданы для этого. Ты не распыляешься на бытовые проблемы. Ты не думаешь, тебе надо заработать, тебе надо там заплатить и все остальное. У тебя есть конкретная цель. Эта девушка, завоевать ее, все твои нейроны, просто мозга… Или только нейроны? Да, они все направлены именно на достижение девушки. Ты становишься романтичным, каким угодно. Ты пишешь стихи, ты придумываешь какие-то необычные маневры для того, чтобы она обратила на тебя внимание. Даже стихи? То есть ты Ольге Бузовой стихи написал? Я написал стихи. Лично для нее. То есть получается так, в этом проекте ты испытывал некую симпатию к этой девушке. Потом, как в фильме «Влюблен по собственному желанию», ты себя уговорил влюбить, свое сердце отдать ей и даже написать стихи для Ольги Бузовой. Вот хотелось бы послушать, что же это за стихи, хоть несколько строчек. Видите, видишь, Света, стихи, они были основаны на том, что происходило в проекте. Они не придуманы как какие-то чувства, выражения чувств. Я хотел передать от расстояния от нашей встречи до того момента, когда я читаю ей стихи. То есть в стихе было начало, то есть это Москва-Сити, лифт, сороковой этаж. То есть это все самое начало, чтобы она поняла, что я чувствовал в этот момент, как я ее почувствовал, когда увидел. И там была такая ситуация, что когда мы прилетели уже в Венецию, было первое самое соревнование. Самое первое соревнование. Соревнование дает возможность первого свидания. Все-таки, на мой взгляд, первое свидание, оно самое важное. Важное, конечно. И получилось так, что я вышел в финал. И с одним из братьев-близнецов был финал. И я проиграл. Я проиграл. Двум братьям-близнецам? Ну, одному. Один прошел. А второе чем не угодило? Они же одинаковые. Нет, все соревновались, но был полуфинал и финал. То есть четверки, и из каждой четверки по одному выходят вперед. А вообще это не унизительно? Вот так вот сидит Оля Бузова, вывели вот так, грубо говоря, самцов. Она говорит, можно всех посмотреть? А ей говорят, ну вот, в общем-то, все. Она так прошлась, говорит, так, ты, ты и вот этих пару мальчишек-близнецов. Вот вообще вот эта сама ситуация для мужчин, она не унизительна? Свет, мы все, когда шли туда, мы понимали, куда мы идем. Мы шли к ней. Не она к нам шла, мы к ней шли, и надо было быть готовым к такому варианту. Либо ты готов и принимай так, и терпи относительно, да, для того, чтобы добиться цели. Ради чего терпеть? Ну, то есть это не унизительно, когда женщина, вот выстроились мужики, она говорит, ты, ты, ты за мной. В полуфинал, потом в финал. Ну, я утрирую, конечно. Это локация, да, относительно, для меня было более унизительно, когда она сначала говорит комплименты тебе, через минуту она обнимается с другим, через две она идет на свидание с третьим. И ты это проглотил, есть цель? Ты обязан это проглотить. Либо уходи, либо терпи, либо уходи. Объясни, ради чего терпеть? Опять-таки, ради девушки, да. Ради того, чтобы быть с ней вот по итогу. Но твое мужское нутро, оно кричит тебе, тормози, ты че, ты тормози, ты мужчина, для чего тебе это, и почему ты это должен терпеть? Вот я тебе эти вопросы задаю, твоему мужскому нутру. И вот как раз, когда я уходил, а я ушел на середине проекта, я был, как немножечко грустно было, с другой стороны было все, вот теперь все закончилось, будь мужчиной, не надо этого терпеть, это не твое, в плане, да, шоу-шоу, это все здорово, но переступать через свои мужские какие-то моменты не стоит. То есть это осознание у тебя пришло именно на этом проекте, может быть, для этого тебе и нужно было там быть, но вот чтобы это понять? Но как минимум, это большая школа, как минимум, это одна из составных все-таки таких шоу, это, да, это хайп, это пиар, это здорово, ничего плохого я в этом не вижу. Это такая ступень, которая в дальнейшем, если правильно разложить карты, ты можешь сделать свою карьеру. Как бы ни говорили, вы пришли за хайпом, вы пришли там за известностью, вы тоже хотите этого, просто только мы там, а вы по ту сторону экрана. И обсуждать это нормально, в принципе, да, столько всего плохого написано, столько хорошего написано. Я так проникся этим и, опять-таки, немного разочаровался в людях, очень много неадекватности, как минимум. И ты ее, это я такой человек. Ну, мне кажется, на такой проект я тебя не имею в виду, правда, потому что я с тобой пообщалась, ты для меня совсем по-другому открылся. Но мне кажется, туда неадекватные только и могут пойти, одно название, чего стоит, вот честно. Название, вот по поводу названия, Свет, да, очень много было вопросов, только ленивый не задал этот вопрос. Я рассказываю историю буквально очень коротко. Я, когда придумывали редактора названия для этого проекта, Оля ошиблась, как ей иногда свойственно, да? А, эту ошибку взяли и заснула, да? И сказала, что замуж. Да. Было бы по-другому, не обсуждали бы. Опять-таки, это все на руку. Сколько вопросов, сколько интересов, почему замуж-то? Оговорочка по Афреду, очень-очень интересно. Может быть, приводили это тоже. Я думаю, что просто так не бывает. Но, опять-таки, пускай, что говорят, да, не важно, что говорят. Покажи себя на проекте, покажи себя мужчиной. Вот это я с тобой согласна. И все. Слова, они есть слова. Покажи действиями, и ты можешь развенчать любой миф. Вот с этим я согласна. Так какая Оля Бузова? Я общался, Свет, очень, довольно-таки, с большим количеством известных людей. На данный момент в России Оля очень известный человек. Я скажу, что с ней очень легко общаться. Очень легко. Если ты с другими звездами высокого уровня, бывает, что общаешься и чувствуешь давление. Вроде бы все хорошо. Идет разговор, но ты чувствуешь, как человек немножко поддавливает. Тебе некомфортно становится. С Олей этого нет. Очень открытый человек. С ней очень легко пошутить, поговорить. Она располагает к себе. Тебе не хочется назвать меня Олей? Нет. Со мной трудно? Нет, мне с тобой очень комфортно. Я просто раздеваю. Ну я, слава богу, не Оля Бузова. Ладно, хорошо. Очень открытый человек. Действительно, пообщавшись с ней, ты видишь уже другую Олю. То, что на экране, это одно. Во-первых, Оля в жизни красивее. Это вот факт. По мне, и это я заметил, не знаю, как другие ребята, даже такой нюанс. По формам, по женским формам, я не ожидал то, что я увидел. То есть, вот такой вопрос немножечко. Но действительно, у нее очень женственные, красивые формы тела. Я как фитнес-тренер это заметил уже, когда она начала носить такие более открытые наряды. Для меня это было странно, потому что телевизор это по-другому. Вот смотри, вот ты мне не сказал о том, что Оля Бузова – это очень глубокий человек, начитанный. Она совсем другая. Ты мне стал говорить, да, Оля Бузова, она красивее, чем вот, вы видите, у нее формы отличные. То есть, ты начал описывать вот эту физику. Она так важна, получается, для тебя. А как же душевная красота, вот все вот это, чему вы стихии посвящаете. Все-таки формы, да, в первую очередь? Да, в любом случае, мы мужчины, и любой человек, даже девушки, все равно первое, что они видят, это глазами, это визуализация. Ты не увидишь, какой человек внутри, какой он умный, начитанный и все остальное. Почему можно в голос влюбиться? Можно не видеть человека, а влюбиться в тембр голоса. Но мужчины так устроены, по крайней мере, насколько я это могу понять. Ну, хорошо. Мужчина должен хотеть свою женщину как минимум. Не голос ее, не ум. Все равно она должна привлекать его сексуально, это как минимум. И не каждому мужчину нужна начитанная женщина. Если ему с ней легко, и она дает ему то, что ему нужно. Правильно, и она говорит какие-то милые глупости, а ему приятно это слышать. Вполне. Потому что они такие забавные. А есть, которые умничают, очень много умничают и подавляют тем самым. Совершенно верно. Мне кажется, просто должно быть легко с этим человеком. Вот мне было с Олей легко и комфортно в этой области. Ищут ты, я знаю, фитнес-тренер и такая еще есть приставочка «звездный фитнес-тренер». То есть ты тренируешь только звезды? Нет. Или тренируешь их так, что звезды из глаз сыпятся от усталости и искры летят? Нет. Теперь уже, приобретая такой статус, я уже могу себе позволить выбирать, кого тренировать, кого не тренировать. Конечно, на раннем этапе я тренировал всех. Как говорится, простых смертных. Много раз подчеркивалось. Мне интересно с творческими людьми. Мне интересен свой статус. Я не хочу быть просто тренером. Их миллионы. Мне интересна эта приставка. Я гонюсь за ней. Я не скрываю это. Я хочу быть именно звездным тренером. А кто тебя назвал звездным? Ты сам пустил такую пулечку? Я если нет, я не помню этого. Но просто постоянно как-то она прилипла. Если честно, я не лукавлю. Скажу, не помню, откуда это взялось. Ну да, хорошо. Не помню. Да. Я консультирую много известных людей. Даже находясь в другом городе. И мне это нравится. Саша, а если бы ты был страшненький и неказистенький, ты бы смог стать звездным фитнес-тренером? Вполне да. Но мне пришлось бы проделать намного больше путь для того, чтобы доказать, что первое, я профессионал. Во-вторых, что я достоин этого. И ко мне бы тогда люди пошли бы, но не так охотно, допустим, как сейчас. Все-таки надо показать результат людям. Чего ты добился для того, чтобы они поверили и пошли за тобой. Но надо так же понимать, что есть оболочка, это шелоха вся. А тренер должен быть тренером по априори. Ну, красота все равно помогает. Она так, знаешь, более убедительна. Вот если я начинаю, например, рассуждать в мужском обществе, то через буквально одну-две минуты мне начинают говорить, что я очень умная. На мой взгляд, я просто могу произвести впечатление и быть убедительной в каких-то вопросах. Вот если бы я была менее симпатичной, я как-то одному мужчине и сказал, скажите, если бы я была менее привлекательной, вы бы тоже считали меня умной через две минуты общения? Но вот на самом деле, вот ты такой симпатичный, привлекательный. Нет, даже не симпатичный, ты красавчик, ты это знаешь. Нечего взгляд отводить, ты это знаешь, ты это чувствуешь, знаешь свои сильные стороны. Но вот все-таки сначала красота, поэтому девчонки, вот и звезды, и не звезды сходят с ума и хотят, чтобы ты просто, ну неважно, тренировал ты их, или просто шептал им что-то на ушко, просто чтобы был рядом. Все-таки это важно в первую очередь? Я думаю... А уже потом то, что ты можешь там что-то по фитнесу подсказать? Совокупность, потому что, объясню, девчонки, они тоже же умные, да? Да? Они видят картинку, но если эта картинка открывает рот, и понятно, что кроме этой картинки-то больше ничего и нету, никакая красота не спасет. Но это да, я согласен. Это день, два, три, поиграться максимум, и все будет неинтересно. А что знает такого звездный фитнес-тренер, чего не знает просто фитнес-тренер? Здесь совокупность, здесь развитие должно быть определенное. Это как минимум психология, понимание изнутри, откуда человек пришел. Это очень важно. Вот простой тренер, не зная вот этой кухни шоу-бизнеса, он никогда не поймет вот эти ключики, которые подбираются. Шоу-бизнес же, это же, как сказать, иллюзия. Шоу. Это шоу, это иллюзия, да. Шоу должно продолжиться. Вот, допустим, клиент, он должен выглядеть так и иначе, не потому что он хочет или что-то. Он должен, допустим, у него съемки через две недели, он должен выглядеть отлично. А что значит выглядеть отлично? Это 90-60-90? Вот я не 90-60-90. И слава богу. Вот, видишь, слава богу. Вот народ соскучился, понимаешь, по другим формам. Начинает уже вспоминать эпоху Возрождения, где девушки вообще выглядели очень увесисто на полотнах известных художников. Вот. А вот это 90-60-90 все равно как-то закрепилось в головах. Мне надо худеть, мне надо худеть. Вот эту фразу... Это глупость, да. Да, это глупость. Это глупость. Ну вот скажи, почему это глупость? Скажи девчонкам. Как минимум вы должны нравиться... В чем красота? Как минимум вы должны нравиться сами себе. Если вы себе не нравитесь, то вы вряд ли кому-то понравитесь. Уберите весы, уберите эти метры, которыми вы каждый день меряетесь. Подойдите к зеркалу, повертитесь и задайте себе простой вопрос. А нравлюсь ли я себе? Вы можете похудеть, вы будете хуже выглядеть. Вы можете набрать и выглядеть отлично и симпатично и здорово. Многие гонятся за этими какими-то числами, откуда взятыми, я не понять не могу. 90-60-90. Ну да, но кому-то идет, а кому-то 120-50-300, не знаю, сколько угодно может пойти. Все это вторично. Надо нравиться самому себе. Вот, девчонки, слушайте, что говорит звездный фитнес-тренер. Подошли к зеркалу, посмотрели на себя и сказали, да нравится мне мой лишний килограмм. Но это должно быть адекватно. Вы должны понимать. Не то, что, да я такая сойду. Вот действительно нравятся должны. Да, мне нравятся мои бедра. Да, они мне нравятся. Я считаю, что это плюс мой. Никак не минус. Ну, кому-то не понравится, всем не угодишь. Из 10 человек мы пятерым понравимся. Пятерым, какой бы ты классный ни был, ты не понравишься. Это реалия жизни. А реалии жизни такие, что встают девчонки в ряд. У всех губы одинаковые, у всех скулы одинаковые, у всех фигуры одинаковые. Конвейер. Конвейер. И вообще, где эта индивидуальность? О чем вообще речь? Нет. И вот последняя тенденция пошла, которую я замечаю. Даже будь то богатые люди, они уже не ищут себе вот эту куклу. Им уже не интересно. Правильно. И часто звучит слово натураль. Натуральные продукты. Чистая вода, чистый воздух, натуральная красота. Ведь не просто так мужчины начинают потом же своих же женщин и пытать, в которых влюбляются. А у тебя там это свое, а это свое, а это не свое. И видно, в общем-то, всех этих. В принципе, начинают искать жен себе. Либо из прошлого, когда они никем не были, и эта девушка была рядом. Они понимают, зачем это делается. Опять-таки, телевизор вдалбливает нашим маленьким девочкам. Вот встань вот такой куколкой, и у тебя все будет. Найдется олигарх, будут деньги, красивые машины, тусовки. Все это бред. Все это ерунда. Ведутся девчонки, да. Это глупость, конечно. Потому что сейчас даже те же олигархи, они понимают, с кем они живут. Это они купили. Это Роллс-Ройс, машина и красивая девушка. Вы на одной волне, вы на одной черте. Вы живете с кем? Вы вещь. Вот, да, вы вещь. Быть при ком-то вещью или стать индивидуальностью, самостоятельностью. Ты из себя что представляешь, да? Конечно. Когда идут какие-то запросы, мне хочется сказать девочкам, а ваша наполненность в чем она? Повернитесь на себя, на себя посмотрите, да? И если вы будете, да, и нравиться себе, и вы будете развиваться, вы будете понимать, что вы личность. И как минимум... Которая не зависит ни от шмоток, ни от брендов, ни от того, у кого какая крутая тачка. За этим можно гоняться бесконечно долго. Не в этом абсолютно ценности. И тогда, ну правда, когда вы все это будете понимать, это очень просто и очень сложно одновременно. Когда вот такая идет атака со всех сторон. Вот мне как мужчине привлекает даже больше не внешность, а когда девушка умеет себя нести. Вот есть такой момент, вот вроде бы красивая, красивая девочка, ухоженная, форма отличная. Она не может себя подать, как женщина. Она не знает, что с этим делать. Она думает, что этого вполне достаточно. Я вот такая, и меня все хотят. Но день, два, три, да, возможно, либо просто так на одну ночь, да. Но не прожить, не влюбиться и как-то не думать о дальнейшей, прям вот совместной жизни. А есть девочки, которые, ну в принципе, хорошенькие, ну ничего более. Но она так себя может подать. Она может открыть свой рот, и ты просто вот, ты поменяйтесь местами, ты уши развесишь, и вот так вот будешь смотреть на нее и смотреть. И настолько она обаятельна будет в этот момент, что ты больше никого не увидишь рядом. И злюсь я на вас фитнес-тренеров, вот наверняка это от вас все пошло. Про эти попы, про эти попы как орех. Это что вообще за безобразие такое? Раньше вот про глаза все больше говорили. А теперь? Реалия 21 века. И откуда она взялась? Что это, собственно, такое? Так и девчонки подхватили, и давай вас, мужчин, расхваливать. Мне вот это нравится, вот это ягодица, вот это не ягодица, это еще что такое? Ну, знаешь, Свет, вот за свою карьеру именно фитнес-тренера. Буду грязать, как старушка. В любом случае, первое, что ты, это выявление потребностей. Приходит к тебе девушка, и ты выявляешь ее потребности. Что бы вы хотели? Как вы себя видите? И она говорит, я хочу пол. 99 процентов, и я хочу ягодицы, ну, а-ля Дженнифер Лопес или что-то такое. Спрос рождает предложение. Ничего в этом плохого я не вижу как таковое, но помимо этих ягодиц у тебя должно быть как минимум здесь и как минимум здесь. Ну, это совокупность, да, если будет здесь, то будет и там. Апрельский тезис сегодняшней программы, что все качки, я не люблю слово «все», не люблю вообще. Я не люблю слово «качки». Я не люблю слово «качки». Атлеты, как минимум. Пиши, смотри, я не люблю, ты не любишь, и тем не менее это произнесу. Все качки, они тупые. Все блондинки тоже, да? Да, все блондинки тоже. Вот как ты к этому относишься? Я отношусь к этому как к стереотипу, глупому, неподтвержденному стереотипу, так как минимум, я не отрицаю, что есть такие экземпляры, но они есть в любой сфере. Конечно, согласен. Как минимум, человек, который может добиться красивого тела, он как минимум знает физиологию, биомеханику тела и всего остального. Я знаю очень много качков, действительно, профессионалов, которые всю жизнь положили именно на железо, качание железа. Но помимо этого, они читают книги, они увлекаются очень разносторонне, они увлекаются много чем. И находясь в этой тусовке, в этой сфере, я понимаю, что вот этот тезис «все качки тупые» – это просто такой миф, который нравится людям повторять, повторять, для того, чтобы как-то припустить этого человека. Мне кажется, сидит мужик перед телевизором с огромным пузом и говорит «да все качки тупые, точно». И я с этим столкнулся, Свет. Я с этим столкнулся именно на этом проекте, который мы ранее с тобой обсуждали. Как только ты появляешься, первое, что тебе говорят – качок тупой. Еще и красивый. Пока ты не откроешь свой рот и не докажешь обратно. А приходится доказывать, почему. Это уже невольно. Если ты действительно развит, люди поймут через пару минут, кто и что. Но людям так нравится припускать людей, которые чего-то добились чуть больше, чем ты, которые не дали слабину, следят за питанием своим. Да, и не говоришь, что это маниакально. Но это профессия, это маниакально в любом случае. Но если ты хотя бы просто начнешь правильно питаться, тренироваться, будешь выглядеть хорошо, ты уже не будешь таких слов говорить. Ты поймешь, насколько это колоссальная работа, как минимум. Сидеть перед телевизором и писать в инстаграмах или где, в любых социальных сетях, да вы все тупые с маленьким, вы поняли. Большого ума не надо. Ты позоришь себя даже такими выражениями. Попробуй, добейся. Ты маникюр делаешь? Нет, сейчас нет. А вообще делаешь маникюр? Иногда бывает. А сережка у тебя для чего ухи? Это вообще история такая интересная. Блин, опять-таки, раньше, да, был такой стереотип у меня тоже, что касалось, да, я занимался, когда я рассказывал тебе о мастер-спорте, по пауэрлифтингам я весил 120 кг, я не был жирным, но я был массивным, у меня не было пресса ни в коем случае. Я говорил, по своей глупости, как мы только что ранее обсуждали, что все там прессы, все это все для педиков, грубо говоря. Это я вот прям вот. И только мертвый не меняет своих взглядов. Я переосмыслил все это. По поводу сережки, просто на день рождения подарили бриллианты. И что с ними делать? Убрать шкафчик, подарить кому-то? Почему бы и нет? Почему тебе мужчине подарили бриллиантовые сережки? Я где-то как-то заикнулся об этом. Хочу сережку. Опять-таки, возвращаясь к тому, что я иногда не с большим желанием пародировал Дмитрия Владимировича Нагиева, у него ухо прокололось было. Я говорю, ну, блин, может быть, трубки сделать? Может, это? И как-то говорю, трубки нет, потому что трубкам надо будет очень серьезно относиться. Это такая вещь, которая нанес, и все. И стирать уже трудно. А вот, может быть, ухо проколоть? И кто-то зацепился вот так вот, и к этому пришло. Ничего плохого в этом не вижу. Мы сейчас в нашем время очень свободны в своих действиях. Это не на лбу что-то написано. Да ради бога. Да, я не вижу ничего здесь. Хочешь прокалываешь, хочешь не прокалываешь. Да, какого-то... Просто заметь, я тебя об этом спросила, ты заерзал, начинал откуда-то изделья. Ну, не такая, да, тема. Да, такая тема. Все-таки для тебя важно, что подумают другие. Не подумали бы плохо, важно или нет. Вот опять-таки... Легко задеть твое самолюбие? Вот сейчас уже нет. Лет, может быть, 7-8 назад, да. Я считаю, что я очень вырос в этом плане. Я даже читаю плохие комментарии, они приходят всем нашим ребятам и непосредственно мне. Я угораю с этого. Я вот даже просто... Мне даже нравится это, кайфую с этого. А некоторые ребята реально переживают по этому поводу и начинают немножко закрываться даже. Какой прям с одной мазы читать вот эти вот комментарии? А вот просто кайфуешь, насколько вот эта грязь вот эта в людях, это же надо не полениться, найти аккаунт, придумать такую отборнейшую грязь, написать и ждать, ответят тебе или не ответят, ответят или не ответят, дашь ты реакцию или нет. Да, согласен. И бывает такое пишут, но реально смешно. Бывает очень такой юморок такой. Ну что, тебя совсем сейчас обидеть никак нельзя и ничем забить? Можно. Где твоя хелесовая пята? Она в чем? Вот именно по внешнему? Я не знаю. Обидеть человека можно любого, мне кажется. Нет, я про тебя, мне любой-то неинтересен. Вот твоя хелесовая пята. Да, вот если я сейчас про это скажу, и прям совсем ты посыпешься, Сабанин Александр. Давай так, я, наверное, сейчас не смогу тебе ответить на вопрос этот. Но есть, да? Это у любого человека есть слабое место. Как бы кто ни кричал, что я непробиваемый, все это шелуха. Наоборот, кто больше всего кричит, он более ранимый. Не могу сформулировать, что меня, может быть, обидит или зацепит так. Это должна быть, наверное, ситуация и совокупность ситуации определенных. В каком я психическом состоянии, где я нахожусь. Ну да, понятно. Очень много, да. Скажи, вот когда мне говорят, что я красивая женщина, это как-то, ну да, женщина, она должна быть красивой. Вот я красивая, я себя такой чувствую. Что ты улыбаешься? Я понимаю, что ты видишь. Это не моя хелесовая пята. Я понимаю, что ты видишь. Если ты скажешь, что нет, ты прежде не красивый, не подисти. Это факт, это очевиден факт. А вот когда мужчине говорят, какой ты красивый, вот это как-то вот какой-то сомнительный комплимент, вот правда. Ну, а почему бы и нет? Ну, для кого-то красивый все равно, да. Вот есть степаж, допустим, а кому-то он не подходит. Ну, вот сама, может быть, формулировка красивый, да. Вот мне больше нравится мужественный, но это вот прям не рядом. Но тебе часто же говорят, какой красивый мужчина. Говорят, говорят, да, но ничего плохого в этом нет. Да я не про плохое. Просто как-то это не очень про мужчину. Ну, а что должно быть? Вот что должно быть тогда в мужчине такого? Почему он... Ну, мне кажется, он сразу автоматически, если часто слышит такие, такого рода комплименты, он становится таким нарциссом. Все зависит от человека, от воспитания. Я очень стеснительный человек по себе. Очень стеснительный. Мне очень трудно, да я никогда в жизни не подходил, не знакомился. Вот так, как некоторые ребята спокойно вот так вот делают. Идет, и все. Я не могу этого сделать. Меня с девушками всегда как-то знакомили. Либо какая-то ситуация такая, где девушка заговаривала, либо так. Ну, вот просто так вот я не умею этого делать. И не пользуюсь какими-то там, как вы говорите, красивыми. Я не считаю, как минимум, это. У меня очень много комплексов. Очень много. И это я не скрываю, не думаю, что она скрывается. То есть вообще комплекс, они движут вперед. Не было бы комплекса, грубо говоря, Наполеона, не было бы его таких вот славных побед. А когда у тебя все хорошо, все замечательно, ты совсем, ну, даже мне трудно представить такого человека, ну, так, гипотетически, да, он не будет никуда двигаться. Обязательно должен быть какой-то оголенный нерв. Обязательно что-то должно, какой-то комплекс, что тебе не нравится, с чем-то ты борешься. То ли жизнь наша так устроена. С одной стороны, не боритесь с собой, да, принимайте себя такими, какие вы есть. А с другой стороны, постоянно какая-то происходит борьба, какая-то вот такая ситуация, да. Еще говорят, что ты Есенина любишь. Я тоже люблю Серегу. Пришел я вообще к литературе, к творчеству относительно недавно, наверное, лет пять назад, задав себе вопрос, что я хочу, кем я хочу быть помимо тренера. Потому что, ну, в 40 лет Саша тренер, не считая, что это вообще пик того, чего хотелось бы. Да, я спорт никогда не брошу, да, мне доставляет удовольствие моя работа, я с удовольствием иду и ухожу с работы. Я согласен полностью, когда ты занимаешь любимым делом, ты ни дня не работаешь. Поэтому я не работаю. Я действительно получаю удовольствие. Но неужели это все, чего я могу добиться? Я задал себе вопрос, что мне интересно помимо фитнеса, спорта? Всегда было интересно все равно быть в центре внимания. Это творить, сниматься, разговаривать, видеться с интересными людьми. Да, находиться в различных местах. Я еще год назад никогда не думал, что я могу оказаться, допустим, на шоу «Голосе» с Дмитрием Владимировичем Нагиевым. Ну, как? Я что, я петь не умею, слуха у меня нет. А что ты там делал? Снимали превью для Первого канала, вот именно вместе, потому что как бы сходство. А, да? Да. И я нахожусь в этой студии «Голос» полгода назад, я просто лежал, такой пульт листал, думаю, не, я... Скажи, а когда ты себе ответил на вопрос, что ты хочешь чего-то большего, что ты хочешь внимания, вот эта повышенная демонстративность у всех творческих людей, она есть, да, особенно к тебе, и у меня она есть, естественно. А вот в тот момент и помешалась семья, поэтому развелись, или это очень лично? Нет, это, я не буду прямо так вот углубленно рассказывать, да, и передачи не хватит. Ну, естественно, нет, но просто я не к этому, ну, это мешает или нет? Нет, ни в коем случае, ни в коем случае, но, опять-таки, маленькая такая вот проблема, которая у нас всегда возникала с прошлой женой, экс-женой, она меня не поддерживала в этом в плане то, что она не публичный человек, она более домашняя. И когда в шоу требуется семейная пара, либо приехать поддержать на съемке, для нее это большой стресс. И я понимаю, ну, да, я иногда включал эгоизм и говорил, надо, поехали. Я понимаю, что человеку тяжело это дается, и она не хочет, но в итоге она едет, и благодарности нет предела. Но я понимаю, что так дальше продолжаться не может. Я ставлю себе глобальные планы, я понимаю, что это будет только вверх, ну, я хочу так верить, что это будет вверх-вверх, а для этого мне нужна как минимум поддержка, и чтобы человек понимал, что это такое, и участвовал в этом. Это получается такое некое служение тебе и твоей мечте. То есть она, да, такая женщина должна быть рядом с творческим, активным человеком. Ну, хотя бы просто, допустим, если я говорю, слушай, надо, надо вот, мы должны вместе, вместе поехать, да, почему нет, ты моя вторая плана, так же, если ты меня попросишь, я тоже скажу, есть. Все, мы единое целое, мы должны это сделать африори просто. Но этого нет, но это не основа того, что повлияло на расход. Вот. Здесь немножко ситуация другая, не знаю, интересно тебе или нет, и в рамках этой передачи, но вкратце, вот если вкратце говорить, она выросла без отца, в два-три года от нее ушел отец, и она не знает, что такое обращаться с мужчиной, что такое мужчина в семье. Она все сама, сама, сама. И как мужчине очень тяжело с этим смириться, когда тебя, в принципе, не говорю, что тебя не ставят в расчет, но ты не чувствуешь себя мужчиной в семье. А может быть, она не чувствует себя за мужчиной. Это тоже вопрос. Ладно, это ваша история, не будем ее касаться. По питанию, вот какие основные ошибки совершают те, кто сидит на диетах? Вот просто вот основные и важные. Самая основная ошибка – не есть. Люди думают, что если они не будут не есть, они будут худеть. Это бред полностью. Как? Есть каждые два-три часа. Просто сбалансировано, и норма должна быть определенная. Тогда вы будете худеть. Никаких там после шести не есть – это бред. Это старая школа, которая была, наверное, счет в семидесятых, в шестидесятых. Прогресс идет. Новые научные данные, новые технологии обязательно есть. Просто исключать уже после второй половины дня углеводы. Белки, клетчатка, переходите. Но каждые два-три часа есть обязательно. Я чувствую, надо есть. Я же чувствовала. А женщина, она же сердце чувствует. Просто смотрите, что вы едите. Как минимум уважайте себя и не пихайте всякую гадость в себя. Вы же себя любите. Зачем вы? Да, там вкусно. Если любите, то не пихайте. Это основной постулат Александра Сабальдова. И три основных тезиса, таких вот, как три кита, на которых стоят твои принципы жизни на сегодняшний день. Понятно, что они у тебя там меняются время от времени. Вот что бы ты назвал, три основных тезиса таких. Я бы тебя так соединил немножечко и ответил немножко по-другому, вот как принцип жизни, да, вот в чем заключается он. Очень хорошо сказал про это Джеральд Летта. Спи, мечтай и делай. То есть больше мечтать надо, больше стремиться к чему-то, визуализировать это и идти к этому безапелляционно. Упал, встань и иди. Упал, встань и иди. Да, кто-то раньше доходит, кто-то позже, но если вы не сдадитесь, как минимум, в конце своей жизни, обернувшись на нее, вы будете горды собой, что вы что-то делали, вы пробовали, как минимум. И вы поймете, что все было реально. Вот люди, которые прожили свою жизнь, я не говорю, что это плохо, я просто переосмысляю это, которые прожили с восьми до восьми работали всю жизнь. Я уверен, что в конце жизни они пожалеют об этом. Обернувшись на свою жизнь, они поймут, что они не жили. Почему ты так думаешь? Может, спокойная, размеренная и понятная жизнь, это для них счастье? Это не жизнь. Жизнь в чем? Гонка за деньгами и стабильностью для того, чтобы их потратить и заново начать день свой сурка? Как же? Опять-таки. И действительно, если задаться вопросом, все реально. Просто не ленитесь, делайте, пробуйте. Кому-то дается быстро, кому-то медленно. Но я уверен, что судьба хоть один шанс да и дает. Кому-то несколько, кому-то... А победа любой ценой, это про тебя? Нет. Нет, к сожалению, это мне мешает. К сожалению? То есть хотелось бы идти по трупам? Если цель настолько глобальна, и ты хочешь ее достичь, здесь уже дело воспитания, насколько тебя воспитали. Кто-то спокойно может откинуть нравственность и перешагнуть, и добиться. Ну кто-то, а ты? Я нет. Я нет, но сейчас, уже находясь в Москве, я чувствую, что это может воспитать меня, но я не хочу этого пока. Ты этому сопротивляешься? Я этому сопротивляюсь, и поэтому я не достигаю того, чего я мог бы достичь за более-менее короткий срок. Но я знаю, что я добьюсь этого. И при этом останусь самим собой, не перешагивая через кого-то. Да, заканчивая нашу программу, я бы хотела тебе с тобой провести небольшой тест и доказать всем, что у Качки умные ребята. И не все, а именно Александр. Давай, попробуем. Я тебе называю различные предметы, которые могут быть белого исключительно цвета, и буду говорить тебе, какого цвета снег. Ты будешь говорить белого, и так далее, и так далее, и так далее. Окей? Мне говорить только белое. Ну да. Если оно не белое. Футболка какого цвета у тебя? Белое. Белое. Снег. Ну, если он чистый, то белый. Белый. Стена. Ближе к белому. Статуя. Статуя белого цвета. Что пьет корова? Молоко. Есть. Но это не значит, что ты не умный. Знаешь, что ты о чем говорит? Есть такая у нас история. Конформность. Не комфорт. Никогда тебе комфортно на этом кресле сидеть, а конформность. Это когда ты правильно, когда я тебе сказала, задание начинаю давать, ты начал сопротивляться. А если оно, допустим, не белое? А если это не белое? Это вот такой вот твой характер проявлялся, да? А потом все пошло абсолютно по шаблону. Я тебе сейчас вот такой маленький тест говорю. Редко-редко кто говорит о том, что корову пьет воду. Потому что нам задают определенные стереотипы. Ты тупой, все, понятно. Не, не, не. Дело не про это. Это вообще не про то, что кто-то тупой и про то, что кто-то умный. То, что ты сейчас произнес и воспринял это именно так, это тоже потому, что я тебя немножко сбила с панталыку. А на самом деле я просто сейчас показала, насколько мы, насколько мы зашорены, насколько мы привыкли воспринимать информацию, которую нам задают. И если сказали белое, как бы ты ни сопротивлялся, белое, белое, белое. И практически все говорят о том, что корова пьет молоко, а она пьет воду. Всегда ищу, потому что ищу всегда подвох во всем. Все, что простое, всегда с подвохом. Сохраните критику, друзья мои. И даже если вам Сабанин Александр сказал, что можно есть после шести, подумайте. А вам лично можно ли, а может вам уже вообще давно пора закрыть рот? С вами была Светлана Приль и замечательный, умный, талантливый Александр Сабанин, о котором мы еще обязательно узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok